К этому турниру приезжают большие испанские команды, наверное, все-таки драйверами, такими локомотивами, если угодно, в составах, ну, максимально близких к боевым. И это не ротация, это реальная... Из Джиды и из Москвы, соответственно, картинка от дуэли не получится, Ян Облак без своего конкурента. Сегодня в этой встрече, но зато те самые локальные перестановки, которые возможны у Атлетика Мадрида, примитивны к сегодняшнему матчу. Перед этим матчем, давайте про Срохо, ему помогают и составы играющих сегодня команд. Барселона, Натал. Так неожиданно раскрылась игра, вдруг Томас Парти, у него, кстати, с ударом полный порядок. Вот, собственно, и удар. Нормально, очень даже неплохо, живенько, бодренько начинают и те, и другие при первой же возможности. Разгоняют атаку, добавляя ей скорости, а это всегда придает игре зрелищность и удар Томаса Парти. Изман, передача, классная передача. И Видаль наносит удар из предела в страстной площади, но не сильнее получился выстрел и мим в ворот. Он шел, все здесь контролировал Ян Облак. Испанская Федерация и Лига, может получиться интересно, Жоау Феликс в страстной площади и не попадает по мячу. Редко бывает, когда в публичное пространство, тем более в ситуации с такими большими клубами. А здесь, может быть интересно, Нету. Нету был первым на мяче. Там серьезнее всех, кажется, Каре пострадал, который оказался зажат здесь между Самуэлем МТТ и Нету. Ненарушения правил здесь не было. Давайте еще рассмотреть. Быстро Атлетико ввел мяч в игру. Сразу же передача. Довольно интересный переход. Нам сразу показывают коки Барселоны на пространстве какое-то. Сейчас неудачно играет Филиппе. Как бы уступая мяч Яну Облаку. Он этого не ожидал, зато ожидал этого Луис Суареса. Сразу вступил в борьбу со свойственной ему прямотой. Вот здесь он выставил корпус. Потом еще. Умахал ногами. Ну, вот Адан. Из-за дисквалификации. Но, во-первых, давно это было. И как бы за давностью лет эта дисквалификация сама собой была... Ну, не сама собой, а была отменена. А, во-вторых, формат другой уже. И, может быть, это тоже отчасти сработал Дейгс Мьона сегодня. Месси! Это классика жанра! И видишь, как выставлял руку Бускец. Давайте смотреть еще раз, как разыгранно было. Это передача на Жорди Альбу. И тот оставляет мяч Леонелю Месси. И дальше удар хороший в дальний угол. Плотный, сильный. Но и Облак молодцом успевает сложиться в этой ситуации. И то ли ногой, то ли рукой. Ну, классная комбинация. Вообще, розыгрыш между... Получает, знаешь, на правом краю. Лоди и Сауль должны здесь его встречать. Месси смещается и бьет. В дальний угол, но не попадает. Сейчас Лоди доберется до мяча. Или Пике будет первым. Эта карточка должна быть Жерару Пике. Потому что здесь, конечно, Ренан Лоди был раньше у мяча. И безжалостный арбитр сразу же... Отправляется в кармашек. И выписывает карточку Жерару Пике. Но Филиппо уже забивал после подачи. А это удар по воротам, кстати. Нам система на определение гола здесь понадобилась. Но хорошо, мы убедились, что все нормально. Все в площади ворот. Яна Облако мешает сыграть. Ему на выходе! Барселона прощает сейчас своего соперника. Прекрасный розыгрыш и скидка на дальнюю штангу. От своего или от чужого? Это уже вопрос второй. Вот подача миссии играет Гризман. И здесь Савич просто спас на самом деле. Подставив голову, изменил он троих в ворот. Не пошел. На этот раз Гризман подает. Нарушение правил. Так, тут карточка появляется в руках судьи. Томас Парти получает предупреждение. Означает ли это пенальти? Просто классно отобрал мяч у партии. Гризман! Вот это был шансище. И Гризман открылся здорово. И Суарес. Гризман и угловой. И вот еще один удар в касании на этот раз от Суареса. Вот уже каждый из трех нападающих от Барселоны мог сегодня отличаться. И подача углового, когда на дальней штанге нам едва не замкнул Видаль. Вот подача штрафную мяч на средней высоте летит. Марио Эрмосо, Сантьяго Ариас, Рудриго Рикельме. Молодой игрок. Ну, Жорди просто неправ. Он, конечно. Суарес и Томас Парти. Вот на кого бы вы поставили, если бы они в рукопашность? Я не знаю. Повздорил. Ждем возобновления второго тайма. И, соответственно, тогда о составах уже сочинено. И Эрнесто Вальверде главный тренер. А Атлетико в атаке. Атлетико имеет момент. И Атлетико забивает. 1-0. И это Коке! Вышедший на замену показывает, что нужна одна атака. Один нормальный пас, ребята. И все. И 1-0. Но все ли это самое начало первого тайма? Бывают голы в раздевалку, бывают из раздевалок. Вот ровно такой случай. По тренеру можно определить, чья команда забила, чья пропустила? Ну, потому что Диэк Семен понимает, это полдела. Это, в общем, еще не... Еще один момент. Может возникнуть Месси. 1-1. С правой ноги. Великолепный удар Лео Месси. И счет сравнялся. Вот так вот команды первый тайм как будто бы на кошках тренировались. Во втором реализовали довольно быстро каждый по моменту. И снова у нас ничья. Месси. 2-1 в пользу Леонеля Месси. Это лучший игрок мира. Гонсалес, Гонсалес. После просмотра видеоповтора. Скорость подает штрафную Луисуарес. Облак. И все-таки Гризман. Но здесь уже ничего не сделаешь. Здесь уже нет никаких оснований для отмены гола. Великолепно разыграно. И Жорди Альба классно включается на фланге. Но, ребята из Атлетико, ну нельзя давать столько места Жорди Альбе. Конечно, если его не притинговать, если его не встречать, он подаст в штрафную. А там Суарес. Это подача. На Видаля. Жерар Пике. А офсайда нет. А офсайда нет. И счет становится 3-1 в пользу Барселоны. Надо смотреть по поводу. Отменили гол, да? Важнейший момент. Альваро Марата. Разбег. Удар. Ничья 2-2. Ничья 2-2. Снова по центру передачи. Снова выход 1-1. Нету! Не спасает. Уже мяч линию пересек. 3-2 Атлетико Мадрид. Санта Мадонна. Вот это развитие событий. Центробороны Барселоны. Ау! Мы ищем таланты. Хотя бы... Ну, good evening, wherever you are, on this most pleasant evening. There has been a clamour to get inside the ground tonight for a much-anticipated game. The road outside of the stadium have been bumper-to-bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station. And we expect every seat to be filled. An atmosphere of great expectation and excitement. Blue and burgundy, wherever you look, dims ringing loud and proud. This is what it is to be in the Camp Blue. There are plenty looking forward to seeing this. A capacity crowd here. Oh, get ready for some high-grade football, Peter. Two strong teams, as you say, full of wonderful individual talent. And we have... And we have... And we have...